От пациентки. Удален желудок. Три года назад. Жалоб нет. Консультативное заключение по МРТ пациентки 1960 года рождения. Дата исследования. 19 апреля 2022 года. Область исследования. Забрюшинное пространство. Внутривенное контрастирование использовалось, да, нет. Нет. Протокол обследования. Правый надпочечник не увеличены, без узлов, обычной структуры. Левый надпочечник увеличен до 31 на 29 мм. Структура неоднородная, контраст слабо накапливает в венозной фазе. Почки расположены обычно, не увеличены, чашечно-лоханочная система не расширена. Кортико-медулярное различие прослеживается. Киста в паренхиме правой почки 8 мм. Патологические инфильтраты и увеличенные лимфатические узлы в брюшной полости и забрюшенном пространстве на уровне обследования не выявлены. Асцита нет. Деструктивные изменения в позвонках в зоне сканирования не определяются. Заключение. Простая киста правой почки. Одинома левого надпочечника. Врач. Профессор Холин А.В. Заведующий кафедрой лучевой диагностики с ГМУИМ. И.И. Мечникова. Вопрос пациентки. У меня несколько вопросов по заключению МРТ. Дело в том, что 3 года назад у меня был удален желудок. Диагноз РАД. Каждые 3 месяца с того момента я прохожу МРТ брюшной полости. Согласно последнему заключению от 19 апреля у меня выявлено. Объемное патологическое образование неоднородной структуры с неровным контурами с ограничением диффузии размером 3,8 на 2 см 7 мм. В этом заключении еще указано, что лимфатические узлы визуализируются увеличенной проортальной и брюжеечной до 2,1 на 1 см 5 мм. По окончательному заключению, объемное патологическое образование левого надпочечника – это рецидив моего заболевания, а увеличение лимфоузлов вторичного характера – это метастазы. Как вы считаете, это действительно рецидив моего заболевания, именно метастазы в лимфоузлах? Ответ профессора Холина А. Мне так не кажется. Лимфоузлы такой величины не обязательно метастатические. Образование надпочечника по виду и типу контрастирования не очень похоже на метастаз, больше на одиному. Вопрос пациентки. Могли бы вы спросить профессора Холина А. В. Что он может посоветовать или порекомендовать мне после проведенного 19 апреля 2022 года обследования, заключение по которому он выдавал? Может нужно сделать ПЭТ-КТ или КТ надпочечников? Ответ профессора Холина А. В. Самое разумное – сделать ПЭТ-КТ. Вопрос пациентки. С контрастом или без? Ответ профессора Холина А. В. ПЭТ – это изотопное исследование. Контраст тут не нужен. КТ с ПЭТ делается только для уточнения зоны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...